привет youtube приветствую вас на канале кастом бокс это проект тойота халюкс первого поколения рн-13 сегодня я покажу вам то что я обещал сделать прошлой серии до прошлой выпуске а именно что что-то такое нечто произойдет да чему я буду несказан рад и вы тоже результату но это все в конце пускай это такое немного тайны и секретом достанется сейчас по плану сделать выхлоп кто не видел про выхлоп можете посмотреть вот в этом выпуске да кто пропустил смысл в том что я порезал родной коллектор и от этого коллектора уже от родного буду вести дальше всю систему некоторые мне писали вы видите там куда-то в крыльях во все прочее ребята объясняют атмосферные моторы на атмосферном моторе вот эти все игры с коллектором спускным они очень плохо могут закончиться потому что атмосферный двигатель он идеально рассчитывается очень это целая наука поэтому всякие там в разные стороны тут вообще не прокатит тут нужно максимально равна длинную всю историю вести назад чтобы все хорошо работало и мотор выдавал туб мощность которую в нем заложено заводом вот вы видите родной коллектор я по обрезал трубы которые приходили к родному флянцу который упирался у меня в рулевой редуктор соответственно сейчас по месту уже буду варить для того чтобы все это сделать качественно для того чтобы ровненько отрезать трубу мне понадобится инструмент и где я его возьму конечно же у своих партнеров у компании сталкс куда я сейчас и отправлюсь вот мы на месте попали мы можно сказать в святую святых компании сталикс их выставочный зал там сзади меня находится и это знаете такая идеальная мастерская я там уже один раз был смотрел оборудование пойдемте покажу вам джене мега позитивный мега хороший человек который курирует можно сказать меня и как туда кастомбокс в целом который непосредственно нам сейчас даст как раз ленточную пилу чтобы вы наделали себе труп и сварили выхлоп на халюкс. Ну что, рассказывай, что нового-то? Я смотрю, привезли новые болгарочки, монтажные пилы, новые сверлилки, фрезера. Так что ассортимент расширяем. У меня, кстати, колесо тоже есть, я тоже тренировался. Короче, все, ну велосипед можно сделать. А тут все, эта ручка вращает. Здесь вот гильотина, нож, вот это сегментный листогид на 90 градусов и вальцы. Смотрите, идеальная мастерская. Видите, вот у вас мастерская такая, только места нет, куда тачку загнать. Можно и все за ворота наставлять. Тут что-то сделал, отрезал, там пошел. Еще там есть лазерные всякие станки. Короче, все вообще есть, что только нужно. И, кстати, офигенная просто для вас новость, я об этом говорил. То, что теперь есть промокод кастомбокс, по которому вы можете перейти на сайт Stalix компании, заказать что-то, указать промокод, либо оператору сказать при заказе, либо написать в комментариях, и вы получите хорошую скидочку. Я думаю, где-то, наверное, в районе 7% я у вас выбью, можно сказать, для своих подписчиков. Так что по ссылке в описании переходите, смотрите, что вам, какое оборудование интересно, нужно, и получаете скидку по промокоду кастомбокс. На сайте Stalix. Вот объект вожделения творцов, тех, кто делает работы по металлу, по профилю, особенно по трубам. Это вот прям тема для тех, кто выхлопами занимается. Ленточная пила. Мы ее сейчас распаковывать не будем, сейчас в мастерскую приедем, мы уже заценим. Но, судя по картинке, судя по картинке, это будет торточек. Спасибо, Жень. Пожалуйста, обращайтесь. Все, посылочка на месте. Не терпится вскрыть ее. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА План следующий. Здесь на ГБЦ стоят шпильки, как и на множестве других автомобилей. И я их сейчас выкручу, потому что они будут мешать. Ставить коллектор, примерять, так как здесь все будет мега, вообще узенько, мега мало места. И если я буду сейчас делать коллектор, да, мне его придет все время вот так вот заворачивать. А это, в принципе, уже невозможно будет делать. Поэтому выкручиваю шпильки для того, чтобы было все максимально удобно делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Миссия выполнена, шпильки откручены. Приступаем к непосредственно производству и изготовлению коллектора выпускного. Так как у нас мало места очень, прям узенькое, я хочу сделать все четыре трубы вот так вот в ряд, и чтобы они прошли вот между коробкой и рамой. Я вот смотрю, и все должно поместиться. Но для этого у нас прикручен рулевой редуктор болтами в ту сторону, гайками. Я хочу развернуть в обратную сторону, чтобы было у меня больше пространства, чтобы трубы не задевали эти гайки, ну, сами болты. Вот. Отрезать вот так вот эту трубу, развернуть ее, чтобы она вот, вот именно все вот так вот четыре они уходили, и там четыре уже мы соединим внизу. Пока план такой. Посмотрим, что из этого получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Секунда, бесплатная реклама для БМП Авто. Валера, настало твое время. Решил вот попробовать у них на выставке взял. Кто знает, может быть, мы скоро станем партнерами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Балты перевернуты, можно смело приступать к тому, чтобы прокладывать новые трубы для выхлопа. Еще раз повторюсь, четыре трубы параллельно друг другу. Для этого нам нужно вот эту трубу отрезать, повернуть туда. Ну, и, скорее всего, придется ее сделать короче, чтобы она параллельно шла вот уже, начиная отсюда практически с этой. Сейчас буквально чуть-чуть примерю. Вот как-то, наверное, вот так я себе это представляю. То есть, мы вот эту часть вырезаем, поворачиваем и привариваем, и направляем туда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наступил момент теста нашей пилы. Пилы, пилы, супер пилы. Сейчас просто подрежу, укорочу то, что я говорил. Потом еще здесь подровняем. В общем, сейчас будет сплошная резко примерка и лепка, скажем так. Так, отрезали. Вот, собственно, как хотел я развернуть. Но вылет немного большой, и угол нужно сюда завернуть. Соответственно, эту часть я уже трогать не буду, потому что здесь гиб начинается, и буду тогда вот здесь сейчас подрезать. Давайте я вам немного расскажу про то, из чего я делаю выхлоп. Выхлоп я делаю из нержавейки. Из вот готовых гибов на рынке поехал купил. Есть 90, 45 градусов и, по-моему, сколько? 22 градуса. Но взял просто на пробу, на тест, посмотреть, что будет стыковаться. И, в принципе, очень удобная штука. Вообще, по поводу того, из чего делают выхлоп. Есть стальная труба, стальные гибы. Есть алюминизированная сталь. Это все варится полуавтоматом. Есть вот эта нержавейка. Ее тоже, в принципе, варят полуавтоматом. Не обязательно для этого аргон-буговая сварка. И, в принципе, все работает. Ну, а также есть еще вот прям нержавейка, которая блестит, как у кота-яйки. Ее уже вот нужно как раз варить конкретно аргоном. Кто-то варит с продувкой, то есть вовнутрь еще поддувается для защиты шва. Кто-то варит без продувки. И тот же стип-фектори турбо-йода, он варит без продувки внутренней. И говорит, что как бы уже многие годы все ходит, и все замечательно. Но это уже нужно прям варить аргоном. И здесь вот как раз вот эти красивые швы получаются. Не знаю, буду я ее использовать или нет. Но вот основной комплект у меня это вот такого плана нержавейка матовая. Коллектор поставил. Сейчас вот прям вот примеряю, что куда будет идти. и в принципе уже что-то нарисовывается. Вот можете сами посмотреть. Вот наш гип, который мы мучили. Соответственно, вот он сюда вот так встает с направлением туда в туннель. Снизу вот здесь просто отлично встает 22-градусный гип. Видите, он уходит туда вовнутрь, в конец. И соответственно, крепится сверху идет вот это. Где они вот как раз, как я говорил, будут сходиться в... Я думаю, сюда вот 22-й гип тоже поставить, чтобы они прямо вот параллельно вниз уходили. С этим как бы ясно. Теперь нужно забраться с остальными ребятами. Здесь, скорее всего, придется 90-градусный ставить гип, который вот туда будет тоже уходить. Или может быть 45. Ну, давайте попробуем. Вот у нас есть 45. Ну, может быть, кстати, да. Вот он прямо между коробкой попадает. И снизу просто можно будет довести труб другой трубой. Вот. А что касается вот этого, здесь немного уже, наверное, сложно будет. Хотя нет, так же можно будет 22-м, а потом параллельно уйти вместе с этим. Долго я думал над тем, чем варить, и решил сварить по правильному, аргоном. Это мой практически пятый опыт, наверное. Все никак руки не дадут изучить этот аргон. Есть как бы и плюсы, и... Да вообще, в принципе, и плюсы просто тяжело в некоторых местах. Сейчас прихватываю трубу и идем мерить. Вот я уже отметку карандашом там сделал по месту. Делайте отметку, прислоняйте. Буду варить так называемым своим телом без присадки. Вот так это замечательно выглядит. Никаких брызг, ничего. Просто точка, просто красивая точка. Ну вот, начало положено. Пошли мерить. Теперь нужно разобраться вот с этим выходом. В принципе, он хорошо встает. Если трубу вот эту вот от 45 градусов укоротить, и он прям будет очень, смотрите, здорово уходить туда, по тому же углу практически. Да, на том же уровне. Вот. Просто я уже сделал чуть покороче. Сейчас, я думаю, потихоньку подрежем и будем примерять. Смотрите, как удобно мерить. С трубой зажал. Сверху коллектор прям вставлю именно на то место, на которое нужно. И, в принципе, можно уже определиться, где мне резать. Ну, да, наверное, вот так сейчас попробую. Операция «Я вам вам сварщик» продолжается. Я обварил сразу вот эти две трубы и пришел к такому выводу, что, наверное, нужно еще пройтись с прутком. Потому что своим телом, где-то я даже местами пруток использовал. Короче, где-то хорошо, где-то не очень. Но больше всего, конечно, геморрой – это где вот здесь происходит, видите, маленькое расстояние, и сюда очень тяжело электродом подлезть. Ну, в целом, вот как бы как-то так. Так, вот здесь вот, конечно, я немного запоганил. Ну, в целом, в целом, как бы я считаю, очень даже неплохо для пятого раза. На этом трубы закончились, и нужно ехать на рынок за новыми трубами. Потому что, как я поприцеливался, то есть вот он стоит. Здесь у нас, получается, идет отвод. Здесь тоже нужен гиб 22-го, где-то 22-й. И здесь вот я тоже думаю гиб 22-й поставить, но только как бы наоборот, он будет идти вот так прямо, а здесь вот сюда уходить. Так что надо ехать на рынок и еще затариваться 22-ми гибами. И прямой трубой как раз 45-й такой же, а не вот этой блестящей. У меня еще есть одна офигенная новость. Ко мне недавно приезжали, ну как недавно, уже, наверное, недели три прошло, ребята, которые занимаются изготовлением стекол. И буквально завтра мне должны привезти стекло уже на примерочку. Если все будет ок, то я скоро буду с лобовым. Поэтому мне нужно сейчас подготовиться к завтрашнему дню. они попросили снять вот это старое разбитое стекло. Что-то я, кстати, думал уплотнитель будет мертвый, а он так, ну видите, он даже не полопавшийся. Такой, ну, мягкий, не дубовый. Хотел новый заказать, комплект стоит с Таиланда 12 тысяч с доставкой. Ну, как бы так, не бюджетно, но с другой стороны, за новые уплотнители это задние, передние, боковые. Может быть, потом попозже разражусь. А так, в целом, еще походит, как говорится, герметико сюда закинуть и прям будет все нормально. Хочу заметить, что удивительно, рамка вообще целая. Я думал, она сгнившая будет. Она с легким-легким налетом ржавчины. Ну, все, но силикон, конечно, тут уже побывал, на самом деле. Сгонял на рынок, купил 2 труда по 22 градуса. Примерил, все встает просто офигенно, собственно, как я и ожидал. И пока я ездил, смотрите, что появилось. Новое стекло. Приехали ребята, примерили. Это сырой вариант, он не каленый, это просто обычное стекло тестовое. Потом, сейчас, вот они все примерили, все встало. Короче, скоро будет готово стекло, огонь. Так еще, знаете что, пока я ездил на рынок, какая офигенная мне в голову мысль пришла. Всю неделю меня бомбили всякими разными сообщениями. Поехали, поехали на Reddit2Race. Это мероприятие, которое проходит мячкового, мячкового, кому как удобно. Вот, в общем, там будет дрифт, тайм-атак. Я сначала думал поехать на Ешке, но потом подумал, а почему бы нам, собственно, не поехать, да, и себя показать, людей посмотреть. Поэтому с выхлопом, наверное, пока я отложу чуть-чуть в сторонку, сейчас подготовлю тачку, и сегодня мы поедем, поставим ее, и завтра будем на мероприятии. Ну, кайф же, кайф. Потому что вот эта вот вся гаражная тема, я еще в прошлом видосе говорил, ну, немного, конечно, я уже устал от всего этого, и хочется уже какой-то движ, хочется с людьми пообщаться, чтобы они оценили, посмотрели машину. Так что все. Выхлоп откладываю, готовлю машину, и поехали. С-А-Н-Д-Е-Р-С Хочу сразу опередить хейтеров, хейтеров моих, по поводу того, что вот тачка такая, там в порядок нужно брать, ребят, я вот хочу сейчас вот придержаться именно такого стиля, то есть максимально сделать ее крутой, не за счет того, что вот всю ее привезти в идеал, а за счет того, что она такая, какая она есть. Колесики, пониже может быть, то, что она вот какая-то пошарпанная, грязная, блин, да все приходят и говорят, слушай, да она крутая, она и так крутая, ей не надо быть там супер какой-то сейчас и блестеть, она крутая, вот такая, какая она сейчас есть. И задача вот просто протереть немного, ну, то есть, чтобы прям уж совсем, знаете, грязь не валялась, вот протереть там здесь чуть-чуть, здесь чуть-чуть, дать такую вот стрину ей машине, но в то же время видно было, что вот стоят новые агрегаты, да, и что это действительно проект, который развивается. Так что, всему свое время, пока так, пока так, я считаю, что я делаю правильно. путешествие. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Все, наклеечки наклеены Знаете, я, если честно, менжевался на тему того, что на машинах все-таки как-то стремно будет выглядеть Но сейчас вот с наклеечками, почищенная, на колесах, он такой охрененный, ну реально же, он просто крутой Просто крутой, невероятный, в единственном экземпляре И надеюсь, завтра все просто охренеют от этой тачки Прямо встроим опрос у посетителей, у людей, которые будут подходить и интересоваться Да, до встречи утром Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Короче, надо машину собирать срочно, надо машину Смотри, сколько тачек вообще Я столько любителей не видел вообще в предыдущие все годы вместе взятые Дрифт идет в массы, и нам нужно врываться тоже в эти массы Ну ладно, Саша, давай Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Хотя тебе исполнилось 16? Нет, когда 18 исполнилось Отлично Поначалу автомобиль просто, чтобы ездить каждый день Я 18 лет ездил на ворованных «Жигулях» Ну, она была в состоянии «Жигули» Примерно так Субтитры подогнал «Симон» На этом выгул Тохи закончен Он получил невероятное количество внимания Люди интересуются, спрашивают, что, где, куда, когда Спасибо вам всем за это внимание Также хочу рассказать про мероприятия Мероприятие невероятно атмосферное, невероятно крутое Я еще раз повторяю Максимально старайтесь поезжать в такие мероприятия А лучше участвовать Мы не стали освещать в полной мере все мероприятие Потому что оно похоже с «Дрифт Экспо», которое вы уже видели на канале Кто не видел, вот ссылка Но у нас появился протеже У нас появился дружественный канал На этом канале Саша Всем привет Сделал обзор четырех интересных тачек Это E86, RAV4 крутой Кольцевой Москвич И... А, и Нива, крутая Так что ссылка будет внизу Посмотрите, подпишитесь на канал А вам всем говорю в очередной раз большое спасибо За то, что посмотрели видео В следующем видосе я обязательно заведу Тоху И мы уже где-нибудь точно на нем навалим Всем пока!